Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Слово в слово» на телеканале «Тонус». И сегодня мы беседуем о нашем городе, о родном Сергиевом Посаде, с депутатом Совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Тимофеем Лагутиным. Здравствуйте! Добрый день! Мне, честно говоря, очень понравилось, и не только этим чувством хочу поделиться, но также хочу поделиться тем, что архитектура ушедшего от нас так рано Виктора Даниловича очень близка и понятна, я думаю, каждому Сергиеву Посадцу, потому что каждый день, проходя, проезжая по городу, просто вот мы здесь росли, и на наших глазах строились его здания. Очень противоречивая, мне кажется, все-таки архитектура, и это был, конечно, ярчайший представитель строительного бума и меняющейся страны 90-х годов. Да и я думаю, что первыми и такими основными его клиентами были те, конечно, люди, которые почувствовали силу и власть в новой стране, и, наверное, это было отражением его фирменного стиля, его творческого стиля. То есть я помню, как мы мальчишками еще вот этот первый его дом, появившийся, который построил Виктор Иванович Курляковский, свой около у подножья Лавры, то есть каким теремом богатым он нам казался тогда по сравнению с остальными такими деревянными домиками посада. Вот это все я увидел и с таким вот чувством ностальгии, теплой по временам своей юности, конечно, на это еще раз посмотрел. И как город менялся наверняка вы вспомнили. Ну, конечно, да. Многие же здания Виктора Даниловича и сегодня есть, и они на виду. И вот мы сейчас находимся в здании его авторства, и это был и Банк Возрождения. Ну, и не буду перечислять, вы все прекрасно знаете эти кирпичные дома и появившийся тогда на практически месте помойки вокзал, и автовокзал, и железнодорожный вокзал. Люди, которые постарше, они прекрасно помнят, какими были эти здания, такие ворота нашего города и какие они стали благодаря появившимся там и реализованным проектам. В наши дни, Сергей Фасад, каким вы хотели бы видеть в ближайшие годы и каким вы видите его развитие? Вы знаете, последние годы очень много об этом говорится именно в контексте того, что совсем старые здания, которые нам очень ценны, к сожалению, исчезают. Либо они исчезают в результате пожаров, каких-то несчастных таких случаев, либо они исчезают в результате решений собственников. Но вот хотел вам рассказать, может быть, вы наверняка знаете, но еще раз с вами поделиться, что, кстати, депутат Государственной Думы Сергей Александрович Пахомов много работал и работает, продолжает работать над проектом создания православного центра в Сергиево-Посаде, то есть глобального православного центра. И в этой связи, конечно, ведется работа, и я думаю, она будет продолжена и должна продолжаться на максимальное сохранение памятников именно старины, именно того старого Посада, который нам достался с XIX и начала XX веков. Сохранить по максимуму старый, вот в этом я вижу развитие, во всяком случае, центральной части, исторической части нашего города. Ну, а поскольку уж творения Виктора Даниловича уже тоже стали неотъемлемой его частью, то, конечно же, сохранить их и наслаждаться, и радоваться тем, что у нас есть. Я знаю, что разрабатывалась концепция вообще, как должны выглядеть дома, как они должны соответствовать друг другу, даже вплоть до колористического решения, какие цвета выбирать. Абсолютно верно. Это прекрасная практика, которая многие-многие годы уже применяется во всех европейских столицах, во всех европейских туристических центрах, где политика и государственных властей, и местных направлена на сохранение аутентичности, на сохранение древности, на сохранение духа истории. Я думаю, что да, и у нас это тоже все сделано, только осталось все это воплотить в жизнь. Мы часто видим сейчас на картинах художников, как старина уживается с новыми зданиями. У того же Леонида Петровича Демина, у Виктора Юрьевича Багрова старые деревянные домики стоят на фоне огромных многоэтажных новостроек. Вот как вы считаете, старина и современность у нас удачно сочетаются? Вы знаете, как на мой взгляд, так иногда это очень сильно диссонирует. Но мы уже имеем то, что имеем, и этот пейзаж уже, честно говоря, стал для нас привычным. Так что будем наслаждаться, сохранять старое и с умом строить новое. Еще часто говорят о том, что главное все-таки архитектурное сооружение – это, безусловно, лавра в нашем городе. И то, что строится вновь, должно как-то удачно с ней сочетаться и не перебивать. Даже фонари, которые предлагались по какому-то решению, некоторые художники, представители интеллигенции, считали слишком вычурными. У нас всегда были дома и фонари немножко проще для того, чтобы не перебивать красоту лавры. Абсолютно с вами согласен. Но в то же самое время наша прекрасная с вами землячка и любимица Инна Акентева, вы ее прекрасно знаете, она водит экскурсии по Сергиеву Посаду. Замечательный проект «Посад пешком». Всем, кстати, рекомендую, кто еще не был, присоединиться к ней. И вот она в своих экскурсиях делает акцент не только на доминантности лавры, не только на ее главенстве на нашей архитектуре, а рекомендую вам пойти на ее экскурсию «Ожерелье архитектора Лоткова» и увидеть, что всю жизнь всегда лавру окружали прекрасные дома, созданные гениальными архитекторами. И эта жемчужина, но она должна быть в прекрасном обрамлении. И вот это обрамление у нас есть в городе, надо только на него хорошо посмотреть. А вы считаете сами наш город провинциальным? Я считаю наш город провинциальным, но в этом нет ничего страшного. Это же русский дух, и здесь Русью пахнет. Да? Но он прекрасен в своей провинциальности. То есть он не так далеко от Москвы, но здесь уже не такой бешеный темп. Здесь милые и добрые люди в основной своей массе. И здесь люди, которые любят свой город и свою землю. Это очень чувствуется. И в этом особый дух, особый воздух. И этим, я еще раз повторюсь, он и прекрасен. Тимофей, большое спасибо за интервью, за интересную беседу о внешнем облике и о судьбе нашего родного Сергиево-Посадского городского округа. В эфире была рубрика «Слово в слово». Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова